Ныне Микки Каенковский в доме Ингебритсен прыгает сейчас, но и нет нужды вам рассказывать достаточно подробно, что эти соревнования, помимо всего прочего, еще являются этапом скандинавского или северного турне. Очень хороший далекий прыжок норвежцев, но норвежские спортсмены, которые выигрывают командное соревнование фактически одно за одним в нынешнем сезоне и позволяют себе даже очень мощные отрывы. Ингебритсен третий результат, обратите внимание, 130 метров. Весьма далекие прыжки сейчас, и если учесть, что люди, которые будут прыгать дальше, могут показать результаты еще лучшие. Михаил Юрман, олимпийский чемпион сборной команды Германии. Вот этот третий этап скандинавского знаменитого турне завершится в Холменкуллине в воскресенье. Начиналось все в Лахте и Куопио, вы все это знаете прекрасно. Ну и Бьерн Айна Раморан выигрывает пока два первых места у него на последних двух этапах Кубка Мира, и два вторых еще одного норвежца Рора Льокельсоя. В третьем идет как раз лидер Кубка Мира Финьян Айна Аханин, но повторюсь, что даже сегодня практически может определиться обладатель Кубка Мира. Итак, 124 метра. Сейчас результат немецкого прыгуна. И вот Георг Шпетт прыгает. Сейчас он приболел перед командными соревнованиями лахтинскими, но тем не менее выступил подопечный Вольганга Штайрта в составе основной команды германская. Это отнюдь не испортило обедник, хотя, честно говоря, немцы все-таки в борьбе с японцами чувствовали себя не совсем здорово за третью позицию. И сказалось, видимо, простуда, которую перенес незадолго до этого один из основных теперь прыгунов германской команды Георг Шпетт. Десятый результат, то 24 метра. На текущий момент далекий самый прыжок у Рока Пенковича. Однократный призер чемпионатов мира в составе славянской команды и спортсмен, который в Кубке Планеты отнюдь не тушуется здоровый выступ. Как раз прыгнули Андерс Бардаль из Норвегии и Томми Ингебридс. Петер Зонта на ваших экранах. Ну, сейчас прыгают спортсмены, которые уже топились в квалификации. Я напоминаю еще раз, что сейчас квалификационные прыжки за право попадания в полтинник сильнейших. Ну, а для таких, как Зонта, который девятый в Кубке Мира, как вы знаете, 15 первых, они преквалифицированы. В общем, такой своеобразной тренировочной сессией является все то, что происходит сейчас. Но, естественно, квалификация, она весьма и весьма интересна. 66-й стартовый номер. Норияки Касае в нынешнем сезоне японец просто хорош. Фактически концовка прошлого сезона, когда он призовые места на чемпионате мира занимал. И вот сейчас уже восьмой, имея победу в Кубке Мира и места, различные на подиуме Норияки Каса. Дмитрий Кипатов, по всей видимости, никуда не попадает. 106,5 метра сегодня результат. И у Алексея Силаева и того хуже. Прыжок всего на 94. Это, конечно, мимо полтинника. И фактически даже в основную сервис соревнований никак наши ребята пробраться не могут. Жаль. Ну а вот топ прыгуны продолжает демонстрировать совершенно блестящую форму. Обладатель высшего титула летнего гран-при Томми Моргенштерн. 129,5 метра. Спортсмен, который получил серьезные травмы на стартовом этапе Кубка Мира. Сейчас идет шестым в зачете Кубка Планеты. Правда, вот последние этапы. Лучшее место у него было шестое. Никак за призы зацепиться не может. Но уже Томми Моргенштерн говорит по себе и доказывает всякий раз, что он, конечно, является уже прыгуном экстра-класса. Бьернайна Раморан. Лучший скандинавском турне. Здесь солидный призовой фонд. Речь идет о десятках тысяч евро. Достаточно солидные деньги. Ну и вот здесь на Лилихаммерском трамплине. Естественно, в Норвегии все ждут сверхудачного окончания сезона от викингов. 126,5. Раморан набрал 528 очков и 518 урор Лёгельсоя. Его товарищи по команде. Третьим идет Яны Аханен. Четвертым Хэр. Пятым Ингебритсон. Шестым Симон Аман. Восьмое и пятое места у двукратного олимпийского чемпиона Сигурд Петерсон. Норвежцы, кстати, досрочными обладателями Кубка Наций стали. И за два этапа до окончания соревнований феноменальное выступление норвежской Dream Team ознаменовалось хрустальным глобусом. На текущий момент 4504 очка против финнов и австрийцев, идущих вторыми и третьими. Но, тем не менее, смотрите, сейчас Сигурд Петерсон прыгает не совсем далеко. И, я полагаю, может быть, вот эти 121 метр все-таки такие пристрелочные. В основных соревнованиях для Петерсона все должно быть гораздо лучше. Хотя, с другой стороны, приземление неудачное. Сел на горшок, вы видите, никакой разножки. И последние этапы Кубка Мира говорят о том, что не в самой лучшей форме Сигурд Петерсон. Чего, конечно, нельзя сказать о Роре Льокельсоре. Роре Льокельсоре идет второй в Кубке Мира, и ничто не помешает ему уже остаться вторым. Но пока еще сохраняет он, пусть и мизерный, но все-таки шанс для того, чтобы быть во главе сильнейших лыжников планеты по итогам Кубка Мира. Рор, прекрасная техника и далекий прыжок в район 130-ти метровой отметки здесь, на Лилихаммерском трамплине. Ну, подробности уже и про это спортивное сооружение трамплин, который называется Лисгорд Спакен. Один из лучших в мире трамплинов по вопросам специалистов, по вопросам болельщиков. Уже кое-что о истории, о месте расположения. Мы поговорим, когда начнутся основные соревнования. Основной полтинник сильнейших выйдет на дистанцию. Накануне, за плохой погодой, квалификация была перенесена, и спортсмены сумели выполнить только по одному тренировочному прыжку. Ну, и вот Янне Аханен имеет еще одну возможность, победитель турнира 4-х трамплинов нынешнего года, взять Кубок Планеты. Янне очень стабильно прыгает, и вот он сейчас показывает, конечно, что очень серьезную заявку может иметь на победу. Естественно, в сегодняшних соревнованиях Покорок Пенкович, его 132 метра, по-прежнему незыблемый результат. 129,5. Но вы видите, что с технической точки зрения прыжок был не самый лучший, и поэтому сейчас на 9-е лишь место ставят Яна Аханина. Но ему не нужно проходить, как и всем остальным, квалификацию. Он ее прошел автоматически, участвуя в соревнованиях, будучи 15-м в рамках Кубка мира. Будучи в 15-ти лучших, вернее, на первом месте. 15-е место занимает как раз Симон Аман, стремительно поднявшийся в последнее время. Можно быть довольным Томасу Моргенштерну, ну и всем тем спортсменам, которые удачно выступили. Сигурд Петерсон, 50-й номер, 29-й результат на текущий момент в квалификационной сессии. Это Рор Льокельсой идет. Итак, все готово для проведения основных соревнований здесь, в Лилихамере. Напомню еще раз, к сожалению, пока увидите сейчас результаты лучших спортсменов в квалификационных соревнованиях, наших опять мы, увы, не увидим в основной сетке. Жаль, но приходится констатировать, что все-таки концовку сезона молодежь наша проводит отнюдь не блестяще. Отнюдь не блестяще, и это, конечно, весьма дручающий фактор, учитывая то, что потенциально российская команда способна была на очень многое. В том числе и молодые ребята, достаточно вспомнить чемпионат мира по полетам, где наши не стушевались, в восьмерку попали. Выступая, причем впервые в истории этого вида спорта, в отечественной истории, полным составом, и на чемпионатах мира по полетам, известным выигранным норвежцами, никогда еще не было нашей команды. Начиная с начала 70-х, когда начали проводиться эти соревнования, никогда еще не была представлена сборная Советского Союза полным составом. И вот вы видите, Александр Хайр, один из лидеров скандинавского турне, сегодня тоже откровенно напортачил, так как и в Эли Маде Линстре. Вот Радик Жапаров, казахстанец, попадает четко вместе с Кюттелем. Ну, а дальше, дальше давайте смотреть на тех, кто не попал. Молодые норвежцы здесь, Сриц Шнайдер, Ян Матура из Чехии. Только 60-й, 106,5 метра в активе Дмитрия Ипатова, небесталанного, хорошего спортсмена из Магадана. Ну, в общем, получается так, что все сильнейшие в основном пробились. Вот, за исключением, за исключением словенца Петера Зонты. То, что Зонта не попал в основные соревнования, вот это мы можем смело назвать сенсацией сегодняшних прыжков. Но очень часто мы наблюдали то, что во время самых-самых разных соревнований огромное количество топ-прыгунов оставалось за пределами первой пятидесятки лучших. Ну, а пока насладимся лучшими прыжками на сегодня. Славинец Бенкович все делает для того, чтобы стать лидером своей команды. Стабильность, мне думается, должна...